Я буду пытаться сделать все кратко, но я хочу также, чтобы наша молодежь и все мы были внимательны к тому, о чем я буду говорить, потому что это касается всех. В самом деле, уже в течение нескольких недель мы с вами проходим принципы, то есть такое как цикл проповедей, которая называется «Пойти на принцип». У нас у каждого есть принципы жизни, которые мы основываемся. И сегодня я хочу говорить о принципе, который связан с десятинами. Заповедь, десять заповедей, как и десятины. Десять, десять. Все испытываете, да? Хочу говорить о том, что десять заповедей являются основой для многих из нас. Если четвертую заповедь многие верующие, христиане или вообще люди почитают, что можно каким-то образом пренебречь ею, но это их дело, то как верующие люди, это, как бы сказать, уже буду говорить так, все нужно искать отдых. Но если говорить с точки зрения современного мира, а в том мире, в котором мы живем с вами, мы должны понимать, что мир мыслит по-другому. Знаете, очень весьма интересная и получительная история с Израилем. До того, как Бог дал десять заповедей, Он не сделал как бы такого, ну как бы решения для Израиля, чтобы Он сначала изменился, привел в свою жизнь порядок, а потом вывел его из Египта. Он сначала его вывел из Египта, а потом предоставил возможность привести в свою жизнь порядок. Так же самое и у нас, у верующих людей. Бог вывел нас из рабства греха, из дома рабства, благодатью через милость Его и любовь Его, Его, да, к нам, и мы это понимаем. И уже, дая нам десять принципов, Новый Завет, да, как нам жить, дает нам возможности откалибровать, наверное, свой образ жизни по стандарту, который называется взаимоотношение с Богом. Смотрите, Яков говорит так, ну скажу кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Другими словами, многие из нас могут сказать себе, сделать такое, ну как бы, экскьюзи, извинения такое, да, ну вот, сослаться на благодать свою, как бы, где-то незрослость, незрелость свою, да, и сказать, ну, Иисус, Ишуа все простил, как бы так все это на благодать. Но хочу вам сказать честно, вот, благодать есть благодать, которую мы не заслужили, но при всем этом Бог дает нам принципы, которые строят близкие отношения с Богом, имеющие для нас дать возможность изменить свою греховную натуру. Потому что, если бы не было бы заповеди, мы бы не знали, как свою жизнь изменить. Израиль должен был поверить Богу, выйти из Египта, и в то же время принять условия взаимоотношения, как войти в землю обитованную. Наверное, так и с нами. Вера, нам нужно было принять дар прощения и свободы, в то же время согласиться с условиями взаимоотношений через возрастание веры. Потому что вера, это тоже не просто фундамент, вот я уверен в Бога и все. Вера, это следующий шаг. Например, это водное погружение, тфила, нужно сделать шаг, это возрастание веры. Нам нужно следующее, это служить. Мы делаем шаг в служении, это возрастание из веры в веру, это дела, которые являют нашу веру. Вот это очень важно. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Другими словами, вот тебе принцип, ты уверовал, ты знаешь, ты спасел. А теперь сделай следующий шаг, примени этих 10 заповедей, 10 принципов, чтобы другие могли от твоего изменения получить какую-то прибыль. Я хочу сказать, 10 заповедей это уникальный инструмент взаимоотношения Бога с человеком, в котором проявляется его любовь. Его любовь к нам, а моя любовь к нему. Ибо если я люблю Бога, то я буду способен и иметь желание и измениться. Сегодня мы рассмотрим седьмой принцип. Принцип, который я назвал близость. Сегодня очень сильно хорошо было сказано. И вот об этом мы и поговорим. Мы будем говорить о близости, которая связана духовной нитью с нашим телом, нашей душой и нашим духом. Это часть, которая очень важна. Что эта часть связана и с человеческими отношениями, и с Божьими отношениями. И, конечно же, непосредственно связана с ответственностью в супружных отношениях. Исход 20 глава, 14 стих. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Однажды, я помню, когда мы были на одном из ретритов пасторских, и нам предоставила одна баптистская община свое место уединения. И там служитель, зная, что мы мессианские евреи, мы завязали язык, разговор такой. И вот, ну как-то так, зачем вы делаете еврейскую мессианскую общину? Вот еврейская община, опять же, чтобы возвращаете людей в закон обратного пяти, кипы одеваете, тору выносите, читаете, возвращаете людей в закон. Их мессия, конец закона, он благодать. Я говорю, хорошо, согласен на 100%. Тогда каким же образом вы сможете мне объяснить простую заповедь номер 7, не прелюбодействуй. Он говорит, что ты имеешь в виду? Ну скажите, пожалуйста, как в вашей общине, как в вашей церкви вы пытаетесь научить людей соблюдать эту заповедь? Он подумал, ну как, ну не прелюбодействуй. Я говорю, ну хорошо, ну объясните мне ее. То есть, ну это же закон, правда, 10 заповедей. Я говорю, ну у вас же есть такой момент такой, мальчики направо садятся, девочки налево. Он говорит, да, есть. Я говорю, как в синагоге, все нормально. Нет проблем, абсолютно нет проблем. Да, как бы, как бы похоже на закон? Он такой, да. Я говорю, а следующее? Ну, чтобы не было искушения. Что вы делаете? Ну просим, чтобы все были, как бы сказать, одевались, как прилично святым. Я говорю, вот, правильно, длинные рукава, там девочки, так бы, так, аккуратненько, чтобы не было флиртов, аккуратно все, вы объясняете, что нужно делать. Я говорю, да. Так незакон ли вы устанавливаете? Он говорит, похоже. Я говорю, так что же вы для нас обвиняете? Дайте мне объяснить, почему это так написано. Потому что здесь написано просто непрелюбодействие. Здесь не говорится, как, что и делать. Здесь говорится о том, чтобы каждая община имеет стандарт, по которым он распределяет, каждая община, как бы, стандарты чистоты и порядка. И вот здесь я хочу затронуть три пункта, через которые эта вот заповедь действует. То есть этот дух прелюбодеев, да, или блуда, может воздействовать на человека. И потому что это связано и с человеческим состоянием, и отношение с Богом. Потому что Бог обращается к Израилю, говорит, ты прелюбодействуешь под каждым дубом, да, поклоняясь другим богам. Ты изменил мне. То есть, как говорится, словами, это состояние очень связано и с духовным, и с телесным. И наше тело, наш человек создан из тела, души и духа. Первый пункт. Как вот эта заповедь распространяется в наше тело? 1 Коринфянам, 6 глава, 18-20 стих. Бегай, блуда. Не просто ходи мимо так. Говорит, бегай. А если у тебя еще есть, как секундомер, значит, быстро бегай. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. Он говорит, всякий. Все, что вы делаете, вне тела. А вот это состояние. Облудник грешит против собственного тела. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Заметьте, тело и душа. Душою мы славим. Говоря о десяти заповедях, как я уже говорил, что люди могут, как верующие люди, как-то так еще отнестись к четвертой заповеди, как-то так странно. Суббота, хранить субботу или воскресенье, какая разница. И какой-то есть момент, как бы, у верующих по поводу субботы. Но когда мы говорим о мирском состоянии людей, когда в этом мире сегодня, в прогрессирующем мире свободы и, знаете, вот такого сексуальной революции, общество все-таки склонно к тому, что да, действительно, можно пойти в церковь. Ну, они номинальные верующие, хотя номинальных верующих нет, они неверующие, будем говорить так. Для меня слово номинальное, значит, точно неверующие. Но при всем этом, в обществе, в котором мы живем, особенно Украина, которая называет себя христианской страной, есть такое понятие, как размышление. Почтение родителей, ну, у нас как бы есть немножко, не возжила, не убей, не так далее, понятно. Но как касается седьмой заповеди, здесь начинаются целые дискуссии, открытые дискуссии по поводу того, что, ну, как бы, толерантно, да, что можно. Говорят, просят, чтобы общество стало открытым для, ну, толерантности, да, такой. Мы недавно, буквально в прошлое воскресенье сделали шествие за семью, за ценности семьи. И вот как раз оно совпадает тем, что я хочу сказать, что для меня ценным. Если говорить об обществе, в котором мы живем, то оно пытается навязать нам нормы отношений. И когда мы говорим о том, что у нас есть позиция семьи, и у нас есть заповеди, которые Бог нам оставил, они говорят, вы уже прошлое. Вы уже устарели, вы уже не в тренде, вы не модны, да. Открытое общество, которое они говорят, это имеет толерантность свободной любви. Это причина сегодня вот борьбы, протестов во всем мире. Они пытаются навязать даже всему обществу, что все время, или же как бы прогресс движется вперед. Поэтому нужно принимать то, что уйдет в прогрессе. И то, что было с прошлым, становится старомодным и недалеким. Конечно же, эта заповедь касается секса. Друзья, эта заповедь напрямую касается секса. И что вы хотите сказать? Я буду сегодня вам об этом говорить. Буду говорить про это. В общем, в церкви, или в общине, или в других религиозных обществах так открыто об этом не говорят. Но я не это общество, и буду вам прямо об этом говорить. Конечно же, для того, чтобы развеять некоторые сомнения о нашей сексуальности, сразу дам вопрос. Кто это сделал? Кто это сделал? Бог сделал, понятно. Чтобы иметь близость, и от этой близости получить максимум удовольствия. Кому это нужно было? Нам? Да, действительно, нам это нужно. Кто-то создал? Конечно же, Бог. Я не думаю, что Адам и Ева мутировались и дошли во время своего возрастания, непонятно, чего они были созданы, дошли до такого момента, где сказали, ой, Адам, что-то у тебя выросло. Ева, посмотри, я такое первый раз вижу. Я не думаю, что фактически они удивлялись и делали опыты какие-то, да? Я верю, что Бог создал и не имел в этом никакого чувства унижения в том, что это между Евой и Адамом происходило. Я не думаю, что, когда он ходил в прохладе дня и увидел трясущийся куст, сказал, ой, что-то случилось. Как еврейская мама бы сказала вопрос, дети, как вы до этого дошли? Так я же не думал, что это должно идти туда, когда я вас создавал. Я не думаю, что у Бога был интересный такой вопрос. Ой, Боже мой, что они делают? Наверное, он сказал, ой, Боже, я как это хорошо создал. Наверное, не было такого, как и у всех остальных. Как вы это можете делать прилюдно при всем этом честном народе? Видите, зверей, которые там есть. У Бога не было удивления. Поэтому я говорю на эту тему очень спокойно. А может быть, Бог на самом деле сотворил мужчину и женщину и их члены для того, чтобы идеально подходили друг к другу? Бог создал, извините, я буду говорить так прямо, пенис и вагину. Не пенис и пенис. Он сделал так, чтобы мы подходили друг к другу, чтобы мы получили удовольствие и получили наслаждение в отношениях. И эта заповедь очень важна, потому что даже кто из вас когда-нибудь менял трубы дома? Мужчины, мужчины там в основном. Есть, особенно у нас есть, как их называется, сантехники. Кто у нас сантехники, менял там всякие трубы, краны, да? Сегодня есть такой термин, очень интересный, фитинг. Кто знает? Что такое фитинг? А? Вот скажи, что такое фитинг? Хорошее сантехническое слово. А когда говорят фитинг, начинается, тебя спрашивают, что тебе, что вам нужно? Ты говоришь, мама, мама или мама, папа тебе нужен, да? Кто понимает, о чем я говорю? Да, 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 вот четко, четко. Ну вот, ну, давайте будем честны. Я понимаю, что это непопулярно говорить в общине об этом. Но об этом надо говорить. Потому что люди не понимают, что такое это. Это четкое Божье создание. Четко подойти. Вот мужчины меня понимают. Если взять фитинг правильно, правильно, чтобы трубы, которые ты соединяешь, сделали ту функцию, которая тебе нужна, чтобы в кране была вода, потому что бывает так другое. Если в кране нет воды, то кто-то виноват. Чтобы в кране была вода, чтобы правильно был слив, то говорят, должен быть правильный фитинг. Одно должно входить в другое. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Одно должно входить в другое. И говорят, мама, папа. Значит, завернуть нужно правильно, да? То есть четко. И когда оно все сложено правильно, система вашего отопления, водоснабжения, канализации в вашем доме работает идеально. И ты доволен. Ты доволен, что не капает это на соседей. Что-то не делает скандал дома, да? Но если сделать просто мама, мама, или папа-папа, замотать его чем-нибудь, непонятно чем, скотчем, да, там, то если даст немножко напору, то все будет не фитинг. Другими словами, Бог создал мужчину и женщину, чтобы их члены, тело, подходили друг к другу идеально. И чтобы с этим чувством сексуального удовлетворения мы могли относиться друг к другу правильно, с нежностью и близостью. Бог предусмотрел для нас именно склонность друг к другу. И грехопадение человека, грехопадение человека послужило к извращению того, что Бог идеально создал. Я говорю о том, что часть страсти, которую мы имеем, Бог вложил в нас положительную часть. Внутри нас положительная часть, влечение к противоположному полу, влечение, чтобы создать семью, чтобы она гармонично работала, чтобы мы были верны друг к другу. И изначально многие спрашивают, а что, Бог не мог предусмотреть, что все извратится? Бог изначально сделал все как? Ха-ра-шо. И желание, страсть, которую Бог дал человеку, он сделал хорошо. И вот конкретно мужчину уже только в браке можно найти, в браке можно найти чувства, которые ты вкладываешь в этот фитинг, правильный подход. Вот, послушайте, с грехопадением, с любопытством, каким подошла Ева, да? А что? Неужели что-то мы не знаем о том, что если мы вкусим этот плод, что-то откроется? Именно любопытство и непослушание послужило грехопадению. Конкретно и любопытство, и непослушание в данной заповеди приводит человечество к этому чувству, о чем мы будем говорить, которое касается нашего тела, нашей души и нашего духа. Существует хорошая и полезная похоть. Хорошая и полезная похоть. Вы скажете, похоть всегда это плохо. Извините. Хорошая есть часть. Я посчитаю несколько местописаний. Там есть слово, которое на греческом языке означает эпинемия. Эпинемия означает желание, влечение, страсть, жажда, прихоть, похоть, вожделение. То есть страстное желание. Очень страстное желание, которое очень трудно перебороть. Вот, Луки 22 глава, 15 стих. Итак, Песох. И сказал им, очень желаю. Вот это слово, очень желаю, там очень. Это слово, там стоит эпинемия. Я очень желал есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. У Бога есть хорошая страсть. Позитивная страсть. То, что Он хочет вложить в нас, в наши отношения. На украинском языке говорит так. Божанием божав. Желанием страстным возжелал иметь с вами последнюю Пасху. Там слово, которое можно использовать как похоть. Страстная. Знаете, все, что я хочу вам говорить, что у Бога именно есть то возжелание, страсть, которую Он вложил в нас, которая нам дана во благо. И этим благом становится наша семья. Отношение между мужчиной и женщиной в браке. В законном браке. Хотя, разговаривая с мужчинами, а те, которые мужчины в мессианской общине, и в еврейском обществе, начинаются с 13 лет и выше, я встречаю такие, знаете, вот разговоры, общения. Потому что я понимаю, молодежь, что они проходят трудное время. Сегодня у нас в Черноморске как раз бар-митцва, бат-митцва, как раз будут об этом говорить им, что делать, что нельзя делать. Страстные. Они как раз на переломном моменте. Молодежь, вы на переломном моменте. И когда говоришь с вами, то вы впадаете в какую-то депрессию. Потому что у вас страсть, которая внутри, желание, которое есть. Девочки, мальчики, жениться, не жениться и так далее. Вы же знаете, аж иногда думаешь, думаешь, женись уже хоть и в 13 лет, только оставь меня в покое. Но на самом деле это не так. Говорят мне, Реба, терпеть уже не могу, терпеть не могу. Вот, вы не знаете, как это переживаю я. Я говорю, я не знаю. Конечно, что мне знать? Если я должен быть святым, когда на уровень ставится, я честно скажу вам, что когда мы ходим с женой к морю, я не хожу по нему. Я тоже, как и все остальные, иду под воду, потому что немножко овервейд, так бы сказать. Немножко надо скинуть вес. Я не хожу по воде. Я хочу сказать, что я такой же самый человек, который прошел искушение во всех отношениях. И своими детьми, и мне, когда приходило время бармитвы, да, я их брал отдельно, им все рассказывал, как идет фитинг. Да, вот это. Я говорю, чем разница между девочкой и мальчиком? Я говорю, баба, не надо. Не надо. Я говорю, надо. Был бы говорить. Мы сидим, а я еще громко. Говорят, ну, слышат люди. Я говорю, ты знаешь, им все равно, что я говорю тебе. Им даже, может быть, интересно, что я тебе говорю. Где, откуда, где начинается, и что кому надо не делать. Вот этот момент, мы говорим о том, что мы должны правильно подходить к вопросу. Имейте наслаждение близости с вашими родными под плоти, женой и мужем. Я сейчас говорю к разному поколению. Те, кто, может быть, даже не женаты, которые, может быть, развелся. Может быть, у вас не сложилась судьба. Но хочу показать вам, что есть победа на каждом этапе. Но многие люди скажут, Боже, Боже, ты неправильно меня создал. Если бы ты знал, как я страдаю, то не было бы всего вот этого. Скажу честно, обращаясь к Богу, таким образом, мы говорим, что он ничего не знает. Мы думаем, что да, если Ишуа был искушаем во всем, но не только не в этом. Как Бог может быть искушаем в похоти? Богу вообще не должно это касаться. Он это создал по образу, своему подобию и вложил в нас. Во-первых, я хочу сказать, что он это создал. А если создал, то значит и мог предусмотреть твои страдания. И он поймет. Если понимает, то и почувствует вместе с тобой, но не одобряет эту позицию измены. Это касается плоти. Что касается души. Душа тоже проходит через путь прелюбодеяния, будем говорить так, измены. Притча 6 глава, 32 стих. Кто же прелюбодействует с женой, у кого нет ума? Женщиной, извините, женщиной. Кто прелюбодействует с женщиной, у кого нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Губит душу здесь не только просто погибель. Быть испорченным, портиться, расцлевать, опустошать, губить, истреблять, уничтожать, разорять, развращать, повреждать. Он повреждает душу свою. Человек, который имеет прелюбодействие в состоянии. Прелюбодействие. Вы скажете, ну если нет, по плоти не грешу. Душа состоит из воли, эмоций и разума. И вот в разуме и наших эмоциях является полем битвы. Наши мысли и наши эмоции. То, где мы соприкасаемся в наших душевных переживаниях. И в браке не может быть, что не включены эмоции. В каждых отношениях с мужем и женой всегда включены эмоции. Мы любим друг друга, мы говорим, мы сопровождаем свои мысли в действии. И если человек, который, будучи женатым, да, начинает фантазировать о ком-то другом, либо ты не женатый человек и фантазируешь о ком-то другом, то хочу сказать, разум и эмоции, они разрушительной силой влияют на твои чувства. Да, и ты начинаешь себя винить о том, что ты уже намыслил, накрутил себе в голове, и ты угнетенный остановишься. Эта нечистота выявляется. Ты чувствуешь себя нечистым перед Богом. Эмоциональная связь с другим человеком, кроме супруга или супруги, является прелюбодеянием. Это делает нас уязвимыми ко греху. Матфея 5 глава 27 стих и 28. Вы слышали, что скажет над древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с возделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Измена начинается в разуме. Измена начинается в разуме. Если ее не обуздать, приводит к практическому применению. Если мы говорим прямо, тогда хочу спросить, что ты должен был себе в голове накрутить, а фантазировать о вещах, которые ты хочешь сделать не со своей женой, а не со своим мужем, что приводит тебя к измене. Что такого ты мог себе накрутить? Что ты хотел тем человеком сделать, что ты не можешь сделать со своей женой? Вы понимаете, о чем я говорю? Если взаимоотношения между мужем и женой, они открыты, они честны, они любезны, они с открытостью, тогда мысль о том, что ты хочешь сделать другим человеком, и каким образом, и что ты хочешь ему вообще, даже не может касаться твоего разума. Что происходит с нашими отношениями? Что происходит? Потому что всякого похоти, ну, за похотью идет измена. А что подталкивает нас на похоть? Я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с возделением, уже преребодействует в сердце своем. Наблюдающий за противоположным полом производит похоть. То есть наблюдающий, скажите, Рэбе, в это время, летом, и не смотреть, что-то странно. Честно говоря, похоть это момент, когда ты воплощаешь свою фантазию, фантазировать. Например, жена Патифара, Баттие 39,7, обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мной. Давид и Версавия. Однажды под вечер Давид, встав в постели, погуляв на кровле царского дома, увидел, в другом слове, когда человек сматривается, видит, он возбуждает в себе эту страсть, эту похоть, которая через время, через фантазии побуждает человек оставить, например, свою жену или мужа и сделать преступление. Так же самое к молодым людям, и говорит, то же самое преступление это против другого человека и иметь с ним какие-то фантазии. Но из этого можно выбраться, из этого можно победить, это можно исправить. Вы можете сказать, как не смотреть? Ио говорит, 31 глава, 1 стих, «Завет положил глазам моим, чтобы не помышлять мне о девице». Ой, как это так, как это сделать? В иудаизме есть вещь такая, если ты остановил свой взгляд, увидел что-то, да, ты невиновен, да, опустил голову, но если ты поднял, виновен. Понимаете, о чем я говорю? Для того, чтобы держаться в наших отношениях с Татьяной, чтобы наши взаимоотношения были глубокими, почтительными, знаете, мы часто разговариваем о моде, мы часто можем ходить по улице, смотреть на людей, можем сидеть в кафе, либо в парке, мы наблюдаем за людьми, мы открыто говорим о тех людях, которые проходят мировой, вы обсуждаете людей, нет, мы говорим, насколько они, например, красивые, одеты, прекрасно, понимаете, я отдал свои чувства в моей жене, что я доверяю ей в моих чувствованиях, чтобы не было так, знаете, как однажды приехала Татьяна, двоюродная сестра, ну ладно, не буду такой, со своим мужем, и когда мы гуляли просто по Дерибасовской, он говорит, какие здесь красивые женщины, какие красивые женщины, она берет его за руку и говорит, посмотрела, здесь красивая только я, услышите, мы как верующие люди, как верующий человек, я даю возможность моей жене повлиять на меня, я могу открыто говорить, она может говорить со мной это вид, что хорошо, что плохо, что вульгарно, что неправильно, когда мы смотрим фильмы, то какие-то вещи, которые сегодня открыты, мы их проматываем, если это что-то такое, мы отворачиваемся, мы показываем, что мы как верующие люди, тоже как люди, мы подвержены всякому искушению, я вам честно говорю, по этой причине я не хожу на море, на пляж, чересчур много розового моря, вы понимаете, да, чересчур много розового поля, это момент для меня тоже серьезный, я говорю это открыто, потому что я хочу иметь отношение с Богом, не прелюбодействуя, мы можем это делать в теле, можем в душе, что такое дух, меня касается больше всего дух, если плотью можно делать разум, а как это касается дух, 2 глава 24 стих, потому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будет два, что, одна плоть, двое одной плотью, несколько заметок для этого, заметьте, плоть, да, вот, подчеркните, и прилепится, тот фитинг, сантехника, да, он отлепится и прилепится, очень интересно, потому что 1 Коринфянам 6 глава 15-16 стих говорит, разве не знаете, что тела ваши суть члены мессии, и так, отниму ли члены у мессии, чтобы сделать ее членами блудницы, да, не будет, или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, да, будут оба, да, одна плоть, будет одна плоть, такими словами, многих местах, говорит, отлепится от родителей, да, прилепится к жене, и будет двое, одна плоть, а вот в этом месте конкретно касается духовного состояния, как это влияет на духовное состояние, это местописание нам дает возможность усмотреть проблему в плоскости именно духовного состояния человека, слово оставить человек, своих родителей, не только подразумевается отсоединиться, уйти от родителей, и пойти к жене, с женой вместе жить, а говорится о духовном состоянии, я уверяю вас, что каждый родитель, каждый родитель, если у него есть подростки, в течение недели, или там нескольких дней, как наблюдается подростка, они знают, знают, что их дети, например, потеряли бдительность, что они начали жить на стороне, они чувствуют, они знают, по поведению, по состоянию, но внутри, каждая мама скажет, что случилось, каждая жена, которая изменяет муж, буквально она может сказать, неделю, или две, как период, когда ее муж стал изменять ей по причине отношения и внутреннего состояния, духовного состояния, она знает, и это есть причина, какой причиной, здесь говорит, каким образом я могу отнять у тела Мессии и прилепить к блуднице, да, слушайте внимательно, как только ты прилепляешься к другому, к блуду, блуд, да, тебя прилепляет к другому человеку, ты отлепляешься от того, от чего ты зависишь, моментально происходит это, духовная связь, мы говорим, а вину, шабашамам, одна тесность небесная, в этом момент, когда мы думаем, что ничего не происходит, блуды, как бы, ну, и служить Богу, как бы, это нормально, но внутри ты четко увидишь, что ты отрезан от чего-то и прилиплен к другому, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, Бог изначально усмотрел отношения мужчины и женщины, мужа и жены, если вы не находите в себе силы, мужества наслаждаться друг другом, Писание говорит, это наслаждайся женою юности твоей, если вы не можете прощать или ставите козни друг к другу, побуждая, как бы сказать, ненависть и располагая мужа или жену, чтобы начинать мыслить и размышлять о чем-то другом, вы становитесь соучастниками его отлепления, не только от себя, от Бога, разве возможно думать, что все хорошо, когда ты далеко от Бога и прилеплен к блуднице, разве можно отдать члены общины блуднице и сказать, что все нормально, когда мы понимаем принцип отделения, тогда мы понимаем, что есть и зависимость, оставить отца и прилепиться к жене, когда совершаешь блуд, ты приглашаешь свою жизнь не просто отделение, это открытая дверь к стае бесов, не просто одному, дух блуда, стая бесов, которым имя ложь, манипуляция, самолюбие, жестокость, ненависть, гордость, как только ты изменил, как только ты начал фантазировать, только ты прилепился блудом к кому-то, твоя жизнь становится как говорит угорь на сковородке, да, ты начинаешь извивать, смотришь в глаза, он тут ну что это, ты когда говоришь, что случилось, а я задержался, ложь, манипуляция, гордыня, приходит, это целая стая бесов, которые врываются в твою жизнь, дайте мне объяснить немножко о сексе до свадьбы, молодежь, обращаюсь себя к вам, секс до свадьбы, честно, это тоже дверь бесам, которая вас просто уничтожит, даже те, кто попробовали уже, и хочет восстановиться, Бог прощает, друзья, Бог прощает любой грех, любой грех прощается, восстановиться, восстановиться, вот где проблема, где нужно прилагать максимум усилия, но прилагающие усилия восхищают его, мне однажды молодой человек спросил, ребер, почему так тяжело, когда я только пришел к Богу, меня Бог так быстро избавил всех проблем, которые у меня были, тех привычек, злых привычек, которые у меня были, там, блуд, курение, наркотики, мгновенно все Бог убрал, и я был свободен, прошло 10 лет, я споткнулся, я упал, мне тяжело, почему я теперь не могу бросить так, почему мне так трудно опять вернуться к Богу, я хоть каюсь, но трудно, я говорю, момент такой благодати, сейчас нужно восстанавливать, поэтому говорю, прощение восстанавливаем можно сделать, но уйдет время, особенно если это измена в супругских отношениях, нужно иметь победу, я сейчас объясню, вопросы дают молодые люди, очень часто до свадьбы, а что, роспись важна? Ну какая разница, ну какая разница, мы все равно сейчас поженимся, или же, ну вот просто так сложились ситуации, что нам нужно вместе жить в одной квартире, а еще мы еще не расписываем, но мы хотим, родители уже делают, я скажу, почему не нужно давать возможность своим чувствам, лучше жениться, лучше законно это сделать, и я скажу причину, никто из детей, никто из нас не делал это открыто, то есть не терял свою девственность открыто, да, он говорит так, если это, например, на законных основаниях мы теряем свою девственность, или наши сексуальные отношения, тогда нет проблем, ты спокойно, ну как бы, все понимают, взрослые люди, да, но когда молодежь, или даже уже взрослые люди, но они приступают, до свадьбы это все делают, всегда приходит чувство, как это сделать тайно, чтобы никто не видел, никто не говорит, мама, папа, я пришел с девочкой, иду в комнату, на первый секс, помолитесь за меня, благословите, никто, я пока не видел, что происходит, на самом деле, что происходит, вот это чувство манипуляции, вот это чувство извращенного понятия, вот, удовлетворения того, что Бог дал, путем иным, чем отцовское, материнское благословение, да, или как бы законным чувством, превращает опыт молодого человека, молодой девушки в зависимость от этих чувств, вот это чувство, которое, оно поднимается, запретный плод очень такой, тянет, тянет, да, когда-то происходит, а потом ты женишься, потом все становится легально, да, то есть, нормально, то есть, ты говоришь, время пришло, пойдем, никто через слово не скажет, да, то есть, ты можешь спокойно это сделать, обыденность приходит, то, что ты чувствовал было любовью, и ты пытался ее, как бы, вот, пересечь ее, да, вот, оно становится тем крючком, который начинает тебя тянуть, вот обратно эти переживания, хорошо, семья, есть семья, чуть поссоришь, чуть-чуть там, разговоры, все, ты на работе, и так далее, тут кто-то там тебе примигнулся, кто-то там тебе потерся, и ты думаешь, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, те чувства опять вернулись, то чувство, которое тайное, да, такое, где-то, чуть-чуть, чтобы никто не знал, и ты думаешь, о, опять любовь, знаете, что произойдет, да, он тебя бросит, или она тебя бросит, привилепится опять к этой, а когда все легализируется, и дальше пойдет, проблема с сексом до свадьбы, так как это в том, что запретный плод, он становится сладким, вести тебя, а значит, поиск этих ощущений, извращенного мышления, но когда Бог дает тебе свободу, ты делаешь это правильным образом, говорит Бог, я хочу, чтобы вы так поступали, не прелюбодействуя, то есть, наоборот, не то, что не прелюбодействуя, а наоборот, развивай свои отношения, близость, он говорит наоборот, приближайся к жене своей, приближайся, конечно же, я хочу обратиться к тем, кто может быть не женатый, и у вас много обид на Бога, что вы не женились, я действительно могу так сочувствовать вам, вы сказать, я хочу уже все так достало, что мой уровень духовный, он упал, потому что мои отношения с Богом, они никакие, это мысли, эти чувства, это плоть, которая на меня давит, что делать, Рэбе? Подниматься, идти к Богу, молиться, противостоять, я не говорю, что будет легко, но я говорю, что это возможно, возможно, с нашим Богом, сегодня у нас слева преломление, я хотел бы, чтобы сегодня женатые люди, если не женатые, молодежь, чтобы вы предстали перед Богом с чувством, что Бог хочет вас благословить, Он не хочет превратного вашего ума, развращенного в этом мире, Он хочет дать вам наслаждение вашими супругами, если же ваша жизнь не сложилась в этом смысле, друзья, это тоже благодать, это тоже благодать, и ее нужно пройти достойно, да, без проблем, не будет так, что все легко, но возможно, друзья, возможно, говорю мужчинам, те, кто одиноки, не ищите себе приключения, женщины, не ищите разных интернетовских, или не интернетовских, случайных, мирских взаимоотношений, вы скажете, ну нормальных-то людей-то нет в церкви, или верующих там вообще, нормальных-то нет, когда ты тогда начинаешь говорить уже твоему разуму, что-то уже ненормально, этот мир никогда не даст тебе то, что Бог хочет ей дать, как сегодня сказали, хороший был пример, даже когда ничего нет, когда есть трудности, болезни, всегда хорошо иметь того, кто рядышком встанет, тебя поддержит, хорошо стареть вместе, я уважаю вас, тех, кто, проходя трудности, возлагает все на Глаговский крест, с этим распиная свои страсти, желания, помышления, до действительности принцип тяжелый, десяти заповедей, седьмая заповедь тяжелая, но только она связывает духовный наш состояние по плоти и духовно с небом, непосредственно, это единство, духовная часть, мы храм, отвергает ли Бог сексуальность? Нет, но хочет сказать тебе, ты красивый, и ты красива, я тебя люблю, даже тогда, когда тебе так плохо, так тебе не достает, того, что я заповедовал, оставит родители, прилепится к жене, но это не самое страшное, не самое страшное, он даст силы, он даст свободу, другим словам, хочу сказать, рано или поздно, рано или поздно, тот климас, который вы так боялись, наступит, извините за такое выражение, и твой младший брат уснет, всему придет конец, но тот опыт, который ты пережил, вне брака, он снимает с тебя, чувство чистоты, он давит тебя, не дает тебе подняться, ты ходишь, с опущенной головой, потому что ты виновен перед Богом, а Бог говорит простые вещи, Ищуа говорит, возложите ваши проблемы на меня, твое состояние, твою проблему, и я знаю, через что ты проходишь, я знаю, молодой человек, через что ты проходишь, от 12 лет, до 33, я тоже был воплоти, я знаю, через что ты проходишь, и Бог хочет, чтобы мы сегодня, приступая к чаше, могли сказать, оба все мои помыслы, все мои сложности, все мои переживания, все мои фантазии, я полагаю, на алтарь, только ты, можешь снять, это чувство, женатым и замужем, не удаляйтесь друг от друга, начните мечтать вместе, начните уважать их друга, имейте правильный шаббат, наслаждайтесь друг другом, наслаждайтесь друг другом, мужья и жены сегодня, хочу, чтобы вы вместе принимали причастие, может где-то нужно будет сказать, дорогая, перегнул палку, прости, дорогой, сегодня не диван, сегодня настоящий шаббат, друзья, это правильно, мы сейчас там еще ноги, Subtitulado por Jupil